Я как бы-то этот на Рождество сходил и попал. Это уже начал, типа, да? Всем привет! Меня зовут Андрюха Федотенков. Мы сегодня идем в магазик Сплот. Будем забирать его, ограбить. Расскажу вам, что убирают для катания, что почему, зачем, куда. Пойдем посмотрим, что у них за ассортимент и вообще какие движения. ГАЗ находится на метро Таганская. Очень большой выбор у ребят и вообще прикольные чуваки. Чуваки, всем привет! Я же не знаю, что вам нужно. Сначала нам нужна сумка, когда мы все это будем складывать. Похоже, что это она. Мы начнем с кетны. Сумка пушечная. Я очень много тряпую, и вот такие сумки просто необходимы. Сейчас мы выберем модели, а потом мы попросим, они нам просто выглядят со склада. Вот эти четкие. Такая же модель, только от другой расцветки. Какая-то супермодная цветочка. Цветочка. Очень нравится. Честно говоря, я бы взял просто весь ряд. Но у меня не безлимитка. Прикольные слепоны тоже ништяк. Классный контроль. Вот они. Ну и, наверное, вот эти. Классные кеды. Люблю скоростным носочком очень. Хороший борт-контрол, подошва четкая, с сотой. Ладно, все запомнили, зафиксировались. Сноуборд еще рано. Сильно жестко. И нормально. Думаю, мне одни хватит. Или вот эти. Давай вечеринки. Очки не от солнца, очки от красных глаз. По классике Скотт все равно отбил. Скоттовские досочки HLC нормальное качество. Хорошие конкеевые размеры. Я уже к ним очень прикатался. Все равно возьму, чисто по кайфу. Как рабочий материал. Доски все отлетают очень сильно. Мексиканочка, пожалуйста. Я вообще катаюсь на любых размерах. В принципе, от 8.25 и выше до 8.6. Как повезет. Разные доски, разные трюки. Главное, чтобы конкеев был. Какие-то все малютки. Вот эта пушка. 8.5. Дип конкеев сразу видно. Повар делается в Мексике. Мексиканочки это всегда кайф. У них очень много всяких разных шейпов угарных. Для любителей пулового катания. Классический гробик. Просто сильно срываю и все. Вот это поворот. Вот это. Мне очень нравится. Прикольная. Медлес. Классные доски. Добираю. Размер девятка. 9.5 даже. 32 по длине. На ней тоже можно пополевать даже. Скейт Ментал. Блин, большой выбор. Деку, ребят. Хороший сайт Ментал. Смотри, это я. Такой же убитый. 8.3 то, что нужно. Странный шейп. Еще один гробик. Путь на социальное дно, пожалуйста. Выход. Большой выбор цветных шкурок. Я фанат всяких рисунков. Так, тоже классика. Уважаю. Самые классные шкурки для меня это Мутбриев, конечно. Но ребята, очень большой выбор. Всякой дичи. Индепендент на холайф онлит. Сразу же по подкладкам. Точнее, по бушингам. Катаюсь на синих. Это Medium Hard. То есть они не супер мягкие, не супер жесткие. Что-то среднее. Между, получается, желтыми и черными. Черные жесткие. Да? Парочку пивотов. Можно сразу же все время хватить. Когда не успеваю почистить шкурку, ломаю скорее, чем я чистую. Поэтому не буду брать. Но те, кто держит в логу доски, советую взять пластик и не париться. Самое интересное. 144-е. Титановые. Или 149-е. Я бы сейчас взял себе 149-е. Это новый размер. У них он подходит под 825-е. Идеально ровно стоит. Как бы если вы катались на 145-е, берите 144-е. Если у вас доска уже шире, то, соответственно, надо брать 149-е и больше. Да, 149-е. Супер облегченные титановые кайпки. Больщики сразу меняются на синие, и ты просто на крейсере. Трепуешь. Все здесь катаюсь на Индепендентах в основном, но вот Эйсы тоже мне очень нравятся. Они прикольные... Прикольные кинг-пины. И угол поворота из-за этого у них четенький. Либо 33-й, либо 64-й. Хотя, кстати, классно будет, наверное, под вот эту доску. Можно сразу собрать все полы. Да, по-моему, то, что надо. Эйсы очень легенькие. Крепкие. Для любителей пулового катания эйсы самый топ-совый. Самое интересное, конечно, колеса. Вот появился Хазард. Новый бренд. Подвиндло. 51. 101. Очень жесткие колеса. Но маловаты. Ну, классика 52-й. 101-й черный. То, что нужно поливать в парке. Для стрита, соответственно, советую брать побольше. А в парке кайф. Для стрита возьмусь я 53-й, 99-й жесткости. Санта-Крузы. Прикольно, что они такой расцветки. Обожаю всякие неформальные колеса. Необычные. Белые уже просто надоели. Они уже есть. Супер мягкие. Любители просто крузить. Я тоже любитель. Но я кружу на всем. Ну, вот еще один, 99-й. 52-й. Рикто Клаус. Какой он? Спидрингсы. Никогда не было. Хочу затестить. Рикто вообще одни из самых топовых колес. Которые производят. А есть с этим керамика? Вот они. Здесь, конечно. Да. Слушай, ну я прям сразу взял, как надо. Бронзерный керамический. На керамике можно очень долго кататься, ребят. Главное за ними обязательно ухаживать, мыть их, разбирать, там, чистить. Это же своего рода медитуха. А в комплекте у керамики? Керамика быстрее, и он дольше хватает. Если ты за ней ухаживаешь, вот я катался, больше года над них пока не потерял комплект. Даже не в том, что они ломаются, а ты сам, скорее всего, минусоединяешься, чем они. Ну, скорость, в принципе, такая же. Вау. Это что такое? Да, ребят, классная тема. Ну, мой девиз, чем меньше вещей, тем меньше проблем. Но если ты, как бы, следишь, когда-нибудь тряпуешь, постоянно путешествуешь, у тебя есть место в сумке, то офигенная вещь. Запасные бушинги, запасные болтики, может, даже подшипнички запихают свои, если как бы. Такой. Небольшой пэк бронсоны, классический, тоже возьму их просто, чтобы были на второй комплекте. Никогда не было таких штук, но мне кажется, с ними очень весело кататься. Ну, по-моему, узнаем. Ну, конечно, ключ, чтобы все это собрать. Ключи на споте отлетают очень быстро, ребят, следите за своими ключами. Пол Москвы уже проспонсировал ключами, конечно. Ну, ребят, дайте вкратце пробежимся еще раз по тому, что мы там набрали. Так, ребят, ну, Мэднес, что, классическая лопата для любителей пулового катания, просто щеколять классные дизайны. Мне нравится. Буду, соберу себе комплектик, буду его лупить в пуле. Возможно. Просто ездить, крузевить. Люблю всякие непонятные шейпы. Когда катаешься на разных шейпах, у тебя, соответственно, какие-то трюки новые появляются, какие-то старые забываются. Так что, ребят, еще есть угар, то, что тут они под разные подвески. Соответственно, можно поставить дальше, поближе к носу, либо поближе к центру. То есть, виллбейс регулировать, это очень прикольно. Кто-то любит широкий, широкий, широкий стендс, как на сноуборде. Кто-то любит оборот поуже, чтобы меньше закусывало, соответственно. Это уже на любителя. Я люблю по-разному. Какого-то определенного. Скитментал. Промодель Эрика Костана, легендарный чувак. Много смотрел авиадосов. Интересный шейп. Больше такая, но лопатовидная. Шириной 8,35 мм. С хорошим конкевом, соответственно. Прикольно, можно на ней пополевать. Никогда не пробовал скитментал. Будет повод затестить. Так, это классическая поларочка 8,5 мм. Люблю доски полар. Все делается в Мексике. Супер качество, супер щелчок. Конкевы, все как надо. То есть, если любишь хорошие качественные скейты, ты повар. Базарё. С прикольными дизайнами мы все делаем всегда. Спот классический для стритули взял, чтобы не так жалко было. Гораздо надо раскладывать их. В этом году мне нравится качество. Четко сделали. HLC фабрика. Глубокие конкевы. Длина 32 мм. 8,38 мм. Ширина. Ну, все как я люблю, соответственно. Как бы, если любишь стритулю и не хочешь переплачивать много бабок, просто берешь себе скот и кайфуешь. Ничего не уступает буржуйкам, на самом деле. По подвескам взялся индики классические. Точнее, титановые. Даже не классические. Титановые щетки, они облегченные. И намного крепче, чем обычные. Катаюсь только на индиках в основном. Иногда беру эйсы, вот в таком стиле. Начальник, я про них что-нибудь расскажу. Почему я беру индики? Мне очень нравится у них база. То есть, они высокие. И из-за того, что кинг-пин у них очень хорошо загнут вовнутрь, угол поворота достаточно большой. То есть, я люблю, чтобы доска серфила. Не понимаю, как человек катается закрученными подвесками. Это не мое. И всегда не убираю вот эти железки, чтобы у тебя колесо байтило. Чтобы был небольшой лилбайт. Это дает еще более расхлябанность такую на скейте. Взялся на тест новые эйсы. Ребята говорят, они тоже очень кайфовые. У меня были эйсы предыдущие. Мне очень понравилось. Они классно поворачивали. Но, соответственно, если ты прыгаешь с больших ступенек, там с гапов, лучше возьми классические индики такие-нибудь. Потому что эйсы, не знаю, как в этом году, но в прошлом году у меня гнулись. Еще мне рассказывали, что у меня какая-то тема с нарезкой резьбы. То есть, есть какая-то гайка волшебная. Да, вот она. Первый раз вот лихли в руках. Гайка с нарезателем резьбы. Соответственно, если ты сделал себе небольшую шляпку, просто взял ее и накоррепил. Будем пробовать. Не знаю еще, сработает это или нет. Эйсы, на самом деле, еще выступают цене. От Индепендентов. Индепенденты стоят пятак за одну подвеску, а если стоят трешку. Это, соответственно, царь с четырех рубаса, разница. Но вот эти рельсы, это просто моя мечта, ребята. Никогда у меня не было рельсов. И я всегда смотрю на них и думаю, блин, как хочется попробовать вот именно скользить на бортслайде или на ураганчиках. Оказывается, не весело. Любая грань подаст тебе. Если я был дома ваксу, то есть все рельсы. Но ваксу я не забыл. Вот взялся я подшипник керамический. Бронсоны. Керамика намного лучше, чем обычный для меня лично. Но, опять же таки, если за ней не следишь, керамику нужно постоянно мыть, чистить. Раз в пару минут или хотя бы это делать, если чувствуешь какие-то шумы посторонние. Берешь, покупаешь бензинчик, закидываешь их в стаканчик, просто промылаешь, взял смазочкой, смазал, все четко, они ведь к тебе поедут. То есть я катался на керамических. Мне Денчик подгонял на участке Step2Fly хорошее. И они у меня пролежались год. И я потерял комплект, не то, что они у меня умерли. Вот, взял еще себе резиночки индики, синие обязательно, в основном только на них катаюсь. То есть Medium Hard не отличается от желтых, то, что они чуть-чуть пожестче, и черный, соответственно, еще жестче, чем есть. Обычные бронсоны классические. На рыбу можно себя поставить, как раз кайфовать. Ребят, цветы, ни разу не было бронсонов. Вот. А это Santa Cruz 99, 53 размер, классические, прикольные расцветки. Белые порой не доедают, да, если ты любишь всякие такие креативные вещички, то, пожалуйста. Взялся тоже Ricto попробовать 99, 52, обычный размер, тоже для стритухи какой-нибудь пойдут. Какая-то новая формула Speed Rings. Скорее всего, то, что, да, вот у них внутри пластиковая вставка, она придает дополнительной жесткости, но это, как всегда, если ты не пробовал. То есть, если внутри у тебя внутренний пластиковый, то, соответственно, подшипы жестче держат их колесе, и они более скользкие. Новый бренд Hazard, 101 по жесткости пойдет для парков, там, для пулов, для бетона, короче, круто говоря. Хочется тоже затестить. Люблю черные колеса. Питя Балтика. Какие прикольные. Класс. Так, макет себе набрал Лакай, потому что гоняю Лакай. Соответственно, в склоте очень большой выбор, но они являются дистрибьюторами. Лакай – это просто кайфовые носки. И сразу одел обул. Точнее, сразу обул и пошел кататься. Не нужно их особо раскатывать. И достаточно долго держится. Вот с Манчестера, например, моделька, она просто под мою ногу сделана, потому что я все детство прокатался в Манчестерах. У меня, в общем, было пар, не знаю, больше 15. И разных цветов. Желтые, красные, синие, зеленые. Все их помнят. И вот такие высокие, тоже прикольные, с коротеньким носочком. Пока, я думаю, мне хватит. На какой-то определенный период. Я как бы-то этот на Рождество сходил, попал. Ребят, в общем, что я вам могу сказать. Это был мой гид в магазе. Не знаю, бы хотелось взять больше чего-нибудь. Сноуборд, движухи. Я тоже катаюсь на сноуборде. Но сейчас летний сезон, поэтому всему свое время. Вот, в принципе, очень большой выбор. Колес маловато было, но они сейчас придут. Всем респект, чуваки. Катайтесь на скейте. Кайфуйте о жизни. Путешествуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok